Потом, смотрите, вот есть люди, например, многие, которые боятся там засветиться где-то в чем-то, да. Посмотрите, есть серия Футурамы, короче, прикольная, где там такая героиня главная, Лила, значит, она, у нее была, значит, говорящая, значит, черри, говорящая черри на жопе. То есть там какая-то мутация произошла, и она, значит, все время прижигала эту хуйню, она все время появлялась и пиздела с ней. И она с ней ругалась, короче, с этой, ну, с этим прыщом на жопе. Ну и, короче, Фрай взял и подснял это дело на видосе, выложил, короче, это дело в соцсети. Это было в 2000, там, в 3000 году, короче, ну там, сериал Футурамы, если вы помните, там, мультсериал этот, да. Ну и, короче, серия Огонь, потому что она на самом деле, вот серии Футурамы, там, серии Саус Парка, они сделаны по самым наболевшим социальным проблемам, которые есть вообще у людей в головах. И на следующий день это хайпануло, короче, и Лила стала известной пиздой, и над ней все начали смеяться. И она, она идет такая по улице, над ней все ржут. Она заходит в кафе, над ней все ржут. И она такая, блядь, какой пиздец, все, жизнь закончилась, ебаный в рот, короче. Пиздец, блядь, говно, сука, фрай, мудак, я ненавижу, короче, никогда больше не дам себе снимать, никогда не дам себе там фотографировать, пошли все нахуй, буду скрывать все, блядь, буду... Удалила все фото, удалила все видосы, нахуй, со всех сетей, все пропало, короче, села в бочку. Думает, ну все, пиздец. На следующий день выходит такая, идет по улице, все ржут. Она такая, как вы загибали, надо мной ржать! Они такие, что такое? Вы надо мной смеетесь? Да, у меня говорящая, блядь, родинка на жопе, и что в этом такого? Я имею право иметь эту говорящую родинку, идите вы нахуй! Они такие, народ разворачивается на нее, говорят, ты что, больная девочка? Ты ебанутая? Какая родинка на жопе? Ты что, твоя родинка на жопе уже прошлый век, блядь, посмотри, какая хуйня новая возникла. Чувак, который рыгает, блядь, говорящим монстром, вот это я понимаю, а твоя родинка на жопе уже нахуй никому не интересна. Типа, ну, короче, метафора такая, что все хуйня. Любая тема, даже если вы, вот если сейчас, например, возьмет, например, не знаю, там, Оксана или Зая, или там, Лилу, короче, раздвинет свою пизду. Там снимет, короче, монстра говорящего в пизде, который вылазит и кричит, пошли все нахуй, пидорасы, и религия хуйни, это круто. Залазит обратно. Или какую-нибудь, не знаю, возьмет, не знаю, бочку в пизду в жопу запихает, снимет. Или еще что-то, или антенны себя выебет, короче, да. И это хайпанет, и она опозорится, там, жестоко. Подожди, подожди, короче, это хайпанет, все об этом будут говорить, вы опозоритесь жестоко, представьте себе самый жестокий уровень вашего позора, блядь, самый пиздец, или ты выебешь труп, или труп отлижете пизду, короче, да. Да, следующее упражнение выебать труп. Короче, не знаю, что произойдет, да. Если вы думаете, что это конец вашей, блядь, карьеры, конец вашего имиджа, конец света, то это, значит, вы ошибаетесь. Это только на один день. Люди, блядь, забывают все за, сука, один день. Через день все забыли, и все. Все, была такая истерика у одной моей, значит, у одной из моих учениц, из моего гарема, короче, такая истерика была, что... Короче, мы сняли в прямой трансляции секс втроем, да. Секс втроем. Сейчас, подожди. Да. Так вот, короче, мы в одной трансляции сняли секс с Витей Карасевым, с котом. Ну, короче, я взял кота, поставил на девочку, короче, и говорю, Ира, тебя ебет куда-то куда-то. Это хайпануло. Все абсолютно сайты порно распиарили, и это видео набрало более 10 миллионов просмотров. А девочка бизнес свой, там, фуры, короче, грузовики, короче, она, ну, понимаете, она в каком кругу общается? С ментами там, со всякими этими делами. Ее очень уважают. Я помню, надо было паспорт мне сделать там за сутки, вообще, что нереально, новый. Я потерял паспорт без справок, без всего, просто на ногой, там, какому-то генералу позвонила, ногой раскрыла дверь, короче, и мне сделали паспорт, отдали, короче, мне его почти что завернули в специальную упаковку, там, в подарочную, отдали этот паспорт, короче, и сказали еще два раза ку. Вот телка что умеет делать, да? И прикиньте, ну, ее там в милицейских кругах очень уважают и знают, блять, братки. И эта телка попадает из прямой трансляции, там, закрытого канала, там, блять, хуйни какой-то там, попадает в интернет и 10 миллионов просмотров. И ей начинают это присылать люди, левые вообще, какие-то менты, которые, оказывается, у нас все сидят на порнохабе. Менты, уголовники там, всякие разные, там, владельцы сетей транспортных и так далее, оказывается, сидят на порнохабе. И когда они начали это сливать, она охуела, она говорит, Алекс, что мне делать, мне пизда, я все, я пойду, я закопаю себя и похороню. И, короче, вообще убью себя нахуй, потому что ты понимаешь, что генералы, полковники милицейские, там, такие-такие-такие люди, все пиздец, меня за говно будут теперь считать всю жизнь. Я говорю, спокойно, блять, все нормально. Разрулиться-то просто, значит, по-разному. Главное, самый главный принцип это не оправдываться. Вот то, чему на втором сезоне в основном второй уровень будет учиться, да, там, доминирование и так далее. Не оправдываться никогда. Да, и вы знаете, что вчера произошло? Ну, вчера, я хочу дать обратку, вот было интервью, короче, у Оксаны по поводу Пуёля. И, значит, там на один из вопросов она очень неправильно ответила. Ну, если ты хочешь, чтобы на тебя общество начало еще сильнее наседать, веди себя так. Да, это нормально. То есть, если такая стратегия, бывает такая стратегия, ты делаешь вид, что, а, нет, нет, я очень, мне стыдно за это, или там, туда-сюда, все, пиздец тебе. Короче, тебя заклюют. Ну, иногда, вот для того, чтобы вызвать хайп, да, на себя, иногда надо так себя вести. Потому что, если бы Шурыгина сделала вид, что я горжусь своим поступком, чтобы была с двумя, не было бы хайпа. Но так как она сделала, она такая девочка, которая, вот, мне стыдно, что это вышло, вот и все, там тролливали, и сразу начали на нее наседать. Так вот, если кто-то из вас в ответ на общественные нападки скажет, например, вот был случай такой у одной ученицы, значит, мы прикололись, что-то была там какая-то трансляция, кто-то скачал эту трансляцию, выложил в интернет, а она там была самая крутая фитнес-инструкторша по городу, короче. И начали ей писать там, а, ты шлюха, пизда, и так далее. На самом деле это что? Это фанаты. Хейтеры, это фанаты. Они пишут, ты шлюха, пизда, но каждый мужик, он хочет с ней познакомиться на самом деле. И когда он лично встретится с ней, он будет уважительно и в ножки кланяться. А по интернету будет писать, ты шлюха, пизда, дура, да, вот что. А человек, который этого не знает, да, он к этому серьезно относится. И знаете, что она начала делать? Она начала говорить, это не я, меня взломали, я не выкладывала, я не я. И из-за этого возникла еще больше ситуации, в которой ее начали гнобить и пытаться прессовать. Вот. Она совсем ушла в глухую, съебала системы, короче, из-за этого и так далее. Хотя что можно было бы сделать? Можно было бы сделать все правильно. То есть сказать, да, это я выложил эти фотографии, да, я снялась в порно, как Беркова, да? Да, я люблю это, я люблю порно, мне нравится. Ну как вот, помните, было упражнение там, а вы любите порно, фильмы про Евлю. То есть, когда ты в атакующей позиции, когда ты гордишься этим, они все затыкаются сразу и начинают тебя уважать. А если они чувствуют слабину и чувствуют, что тебе стыдно, они начинают тебя гнобить. То есть, общество, оно на самом деле, это инстинктивные животные. То есть, люди, которые просто на инстинктах. Это сообщество народу дебилов. Ну, когда мы собираемся вместе, мы становимся дебилами, да, реально. То есть, у которых одна извилина. То есть, коллективный разум – это тупость. Вот. То есть, вместе, там, если мы соберем миллиард человек и будем попытаться о чем-то договориться, мы договоримся только о какой-нибудь хуйне там, да? То есть, гениальные вещи делает только один человек. Толпа не делает ни хера никогда. Это вы знаете, да? То есть, интеллект толпы делится на всех. Вот, всегда. И он равен минимальному интеллекту самого тупого из этих самых участников коллектива. Ну, и получается, что если ты уходишь в глухую, то есть, если ты начинаешь, вот, это не я, или мне стыдно, пиздец тебе, короче, вообще. Поэтому всегда наговорить – это я. Всегда я. И вот, значит, ошибка одного из моих учеников, Чермана, да, была в том, что он начал отмазываться. Это не я выложил. Я ему сказал, признавайся во всем, говори, иди до конца. Он очканул, он сказал, нет, я боюсь, там все такое. И в результате, короче, это дало силы в Волочкова пойти и реально в Следственный комитет написать на него заяву. А сейчас я реально человек, который действительно выложил эти фотки, это был я, да. У меня в Инсте, короче, это вы можете увидеть, потому что 30 октября вышло у меня в Инсте. Я им предоставил доказательство своей вины, а Волочкова ржет и говорит, не-не-не, я не буду на него нихуя подавать. Ну его нахуй, короче, это флесло. Пизду, короче. Сейчас на счет за мой счет пиарится. Я лучше этого червина буду ебать. Похуй, что не он выложил фотки. Похуй. Она знает, что это я выложил фотки. А ебет она, знаете, кого? Баба инстинктивная. Ебет чувака просто, который показал слабость. И она будет его ебать. И будет ебать его, пока ее не заебет его ебать, понимаете? Потому что мужик, который показал слабость, все, получил на себя агрессию. И поэтому, друзья, вот это вот очень важная фишка. Ну, мы это еще будем на практике проходить, это чисто теория, да. Это очень важная фишка. Никогда не показывайте своих слабых мест. Или, если вы хотите, если это часть стратегии, то да. То есть, если ты хочешь, чтобы на тебя пошел хайп, да, то сделал какую-нибудь хрень. А потом, ой, мне за это стыдно. И пиздец, тебя будут ебать все вокруг, все тебя вставлять. Родственники, друзья, короче, телевидение, блядь, соцсети. Будут тебя во все дыры, короче, херачить, да. Вот. То есть, например, есть такое упражнение, вот на тренинге, там, значит, выложить ГК к себе на стену, да. Одно из. Зачем оно делается, да. Это нереальная прокачка. Это очень крутая прокачка по вот этой броне. Вам пока еще рано это делать, да. Но на определенном уровне, да, человек, когда это делает, он, это то же самое, что вот ты сидишь на свидании, только это уже в общественном смысле. То есть, когда общество тебя пытается сказать, что ты ведешь себя как-то не так, а ты им говоришь, идите нахуй, короче. Что не так? Откуда ты увидел это видео? Ты смотрел на него? Дрочил на мою ГК? Ага, короче. Ах ты сука. А что ты делал на порнохабе? А? Откуда? А мне прислали. То есть, они начинают оправдываться. Вот задача ваша, когда такая фигня происходит, да, чувак звонит, короче, или, короче, полковник МВД, прикиньте, да, и говорит, Ира, вот я тебя видел в таком неприличном видео. Я ее консультировал просто, как это, ну, это разруливать, чтобы хайп на нее не пошел, короче, и так, чтобы, наоборот, выйти из этого еще победительницы, да, то есть, чтобы получить, взять их за яйца этих полковников, МВДшников, да. А она им, короче, отвечает, там, ой, Сергей Сергеевич, здравствуйте, да. Она не слышались. Откуда у вас это видео? Ну, я там, мне прислали. Сразу идет в глухую чувак. Ага, короче. Говорит, давайте, давайте встретимся, поговорим отдельно о том, откуда у вас такие ролики вообще, где какой-то кот ебал, где женщина похожа на меня. Сейчас посмотрим. Ну, и она встречается с ним и говорит, да, это была я, да, меня ебал кот, а что ты на это, сколько раз на это подрочил? И он сразу, о, бля, в глухую, да. Он уже в этой ситуации раком поставлен. Он, ему уже, как бы, он же защищается. Не-не-не, там, все нормально, да. А если она начинает говорить, нет, это была не я, меня не ебали, это так, меня подставили, там, все, жопа, уважение уходит к этой телке тут же. И вот эти люди начали на нее молиться. То есть, они поняли, что она такая сильная баба, такая отмороженная, пиздец, что, короче, ну, они начали гордиться тем, что они общаются с такой телкой. Во-первых, она такая по характеру, во-вторых, она популярна. Но не весь мир дрочит на то, как она, короче, ебалась с котом. Понимаете, да, это пиздец. То есть, это реально в голове не укладывается, да, что возможно такое. А это легко делается, да. То же самое, что с Берковой. С Берковой была та же история. На заре ее карьера, значит, она выросла, весь имидж ее популярства выросла на хайпе, потому что ее ебало два мужика. Это в том советском обществе, блять, где люди вообще долбоебы были с точки зрения секса, да. И Беркова, пшшш, 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 сейчас вообще пиздец на мэра Сочи баллотировалась, да. То есть, просто опа, опа, называется. Нате, получите, короче, друзья, фашист Гранатов. То есть она добилась нереального уважения к своей персоне за счет этого. Это такие вещи, которые в теме очень важно знать, потому что основная задача выстоять. И вместо того, чтобы прогибаться под общество или оправдываться, сказать ему вопросы сду я, и команда дую я. И что будет происходить, буду я решать дальше. И ай-яй-яй, ай, ты дрочишь на порнушку с котом, ай-яй, нехороший мальчик. То есть обратку включать и никогда в жизни не оправдаться.